Это новости на канале ВКТ, в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. Видеонаблюдение в школах Сочи будет усилено. Об этом стало известно сегодня на заседании городской антитеррористической комиссии. Можно ли здесь оставить машину? В Сочи поставили точку в карманном вопросе. Сочи заканчивает формировать паспорт готовности к зимнему отопительному сезону. Работой не завершила только десятая часть котельных. На северном кордоне появился свой флаг и герб. Одноименное казачье хуторское общество торжественно приняло новые регалии. В ближайшие сутки в Сочи ожидается усиление ветра и сильный дождь. На участке Магрия веселая опасность формирования смерчей над морем. Сегодня в городе, уже в районах проводится комиссия по чрезвычайным ситуациям. Силы и средства города, которые выполняют задачу по защите населения территории, приводится в повышенную готовность. Соответственно, не рекомендуется на эти дни при непогоде быть на пляжных территориях, рядом с водоемами, с реками, с ручьями. В связи со штормовыми условиями есть опасность схода сели и падения деревьев на автодороге. Спасатели просят принять все необходимые меры предосторожности. В случае происшествий звонить с мобильного телефона по номеру 112. К другим новостям. Под кубанским солнцем с начала года отдохнули около 16 миллионов туристов. Итоги летнего сезона и планы на предстоящий зимний обсуждали сегодня в Туапсинском районе. Там прошел рабочий день главы региона. Перед большим совещанием Венемин Кондратьев посетил санаторно-гостиничный комплекс муниципалитета. Так, на выбор туристов в Небуге санатории и гостиницы разных категорий. Современный отель принимает гостей действительно на твердые 4 звезды. Это инвестиционный проект. Договоренности были заключены в Сочи еще в 2012 году. Сейчас к открытию готовится второй корпус с комфортными номерами, спа-зоной и бассейном. Пляжный отдых конкурирует со здоровительным. В местном санатории третьей категории лечение проходит с видом на море. Здесь постояльцы могут пройти курс грязи лечения, принять углекислую ванну и лечебный душ. В фойе здравницы открыты бюветы с минеральной водой. Губернатор отметил, что такая возможность свободна и неограниченно пробовать лечебный напиток – одно из главных конкурентных преимуществ санатория. Санаторная курортная отрасль находится в рынке. Вы также находите те точки, которые должны вам дать конкурентное преимущество на рынке. Вот сегодня это конкурентное преимущество нужно находить. Я считаю, это одна из точек, которая и является конкурентным преимуществом вашего санатория по сравнению с другими санаториями на курортном рынке. И сегодня человек, который приезжает, не только море, великолепно, великолепные номера, столовая, ресторан, можно сказать, еще и бювет, лечебная вода. Это все в совокупности уже и позволяет вам не только сегодня хорошо жить, но и уверенно смотреть на завершний день и развиваться. И чтобы туристы выбирали отдых на отечественном побережье, в регионе разрабатывают новые экскурсионные маршруты и объекты турпоказа. Курортная отрасль отдает реальную прибыль. Только за 8 месяцев предприятия сферы отдыха перечислили в бюджет почти 5 миллиардов рублей. Это на 14% больше, чем за тот же период прошлого года. Видеонаблюдение в школах города Сочи будет усилено. Об этом стало известно сегодня на совместном заседании антитеррористической комиссии и оперативной группы Сочи. Трагические события в Керчи требуют принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности. Мелочей в деле безопасности не бывает. Сразу же заметил, глава города открывает заседание антитеррористической комиссии. Как правило, во всех школах города техническая защищенность существует. Тем не менее, и этого недостаточно. Иногда стоят и рамки, и все, что угодно есть. То есть деньги затрачены, а человеческий фактор не срабатывает. Охранники считают, что не надо этого делать. Я уверен, что и в Керчи, наверное, знали этого парня. Вроде студент, вроде как бы ходил здесь всегда, и что на него там обращать внимание. Но видите, к чему это приводит? Поэтому беспрецедентные меры стоят, есть рамки. Проверяйте. Есть необходимость проверять детей в школах. Проверяйте. В школах будет добавлена должность второго сотрудника ЧОПа, а также видеонаблюдение по периметру. В 17 школах такая система видеонаблюдения существует, когда фокус камеры полностью попадает в ограждение школы и вся территория без мертвых зон просматривается. Таким комплексом оснасят еще 50 сочинских школ. На эти цели выделено более 12,5 миллионов рублей. Проверки сотрудников полиции выявили недоработки в частных учреждениях образования. Там нет должной системы видеонаблюдения. И в целом руководители институтов и колледжей игнорируют решение антитеррористической комиссии, что недопустимо. Это то, что мы можем принять решение обратиться в суд о лишении их лицензии образовательной деятельности. Что возможно и будет сделано. Потому что во время нашей профилактической работы они не отреагировали. И сегодня мы будем принимать крайние меры. Потому что безопасность для нас важнее всего. От педагогов требует заострить внимание на воспитании подрастающего поколения. Знать, кто у школьников друзья, чем они занимаются в свободное время, каков круг интересов, да собственно и что происходит в их семьях. Сегодня это очень важно, чтобы не допустить в сочинской среде появления юных брейвиков. Гелена Овсейцына, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. В Сочи поставили точку в карманном вопросе. Парковка в так называемых карманах разрешена только в тех случаях, если рядом нет запрещающего знака. Улица Воровского. Здесь разрешена стоянка машин только с одной стороны. Но желающих пусть и ненадолго припарковаться на другой стороне много. Даже под запрещающим знаком. В итоге трудно проехать и 94-му автобусу, и другим машинам создается пробка. Паркуется порой так, что полмашины в кармане, остальная часть на дороге. Приходится эвакуировать. А это, как известно, немалые штрафы. Водителям как дважды два нужно запомнить в карманах под знаком, запрещающим парковку, оставлять машину нельзя. Принято решение было на комиссии по безопасности дорожного движения, куда входят и наши общественности. Соответственно, установить знаки для того, чтобы там убрать парковку, где она просто неудобна и неуместна. Некоторые водители вообще заезжают на тротуар, как, например, в районе детского сада. Такая вот вынужденная парковка. Ну а карманы просто не соответствуют ГОСТам по длине парковочного места и по ширине. Были построены 30-40 лет тому назад. Хорошим помощником инспектором ДПС стала система «Тайфун», которая призвана навести порядок на дорогах. Это три машины, на которых установлено специальное оборудование. Оно ведет контроль за неправильно припаркованными машинами во всех районах города вот уже пять лет. Камера делает видеофотоматериалы, их отправляют в край. Нужно настраивать камеру в зависимости от освещения. То есть сейчас вот она настроена под такую пасмурную погоду. Если будет ясная погода, нужно ее перенастроить. После того, как автомобиль попал более чем два раза к нам на камеру, система «Тайфун» сортирует и отправляет на сервер «Сафапот» в городе Краснодар, где сотрудники ГАИ еще раз отсортировывают фотографии и отправляют письма счастья. С начала года так называемые письма счастья получили 5767 человек. Но и грозные «Тайфуны» не страшны нарушителям правил стоянки. О том, что машину сняли на фото, нарушитель узнает лишь через две недели, когда придет штраф. А водитель вот этой машины, конечно же, обнаружит ее отсутствие раньше. Ее забирает эвакуатор, потому что припаркована на месте инвалидов. Одним словом, куда ни глянь, везде нарушения. На дорогах машин много, как и много нареканий со стороны самих же водителей. И парковаться негде. И мешает неправильно припаркованный транспорт. А в итоге большинство проблем можно было бы избежать, если бы автолюбители элементарно соблюдали правила дорожного движения и уважали друг друга. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». Сочи заканчивает формировать паспорт готовности к зимнему отопительному сезону. Сегодня промывка и опрессовка инженерных сетей производится в семи котельных города. Остальные 65 уже завершили все технические мероприятия. Недостатки выявлены лишь у управляющих компаний, которые не спешат взяться за эксплуатацию приборов учета. На 15-й котельной, что в Дагомысе, глобальная подготовка к отопительному сезону началась еще в мае. Здесь провели реконструкцию всего оборудования. Старая исчерпала свой ресурс. Новая, автоматизированная и намного экономичнее. Модернизация котельная, чтобы улучшить качество работы котельной. Тут экономия электроэнергии, воды. В общем, ноу-хау, так сказать. Через три дня мы должны сделать основные врезки, уже коллектора, уже полюденные трубы. И где-то 26 числа мы будем делать пробный пуск. В целом подготовка города к зимнему отопительному сезону на завершающем этапе 90% котельных готовы подавать тепло в дома. Об этом мэру доложил его заместитель Алексей Толмачев. А также озвучил сложности с поставкой газа в связи с задолженностью за голубое топливо. Договорились, что в течение месяца наша Сочи Теплоэнерго предпримет ряд мер кредитного характера. Мы прорабатываем возможность муниципальной гарантии под данные заемные средства. Меня волнует управляющая компания, потому что мы понимаем, что главная задача обеспечить теплоснабжение и горячее водоснабжение именно конкретные дома. Но, как показало ли наше проверочное мероприятие, что не все управляющие компании эту работу провели. Какие меры мы предприняли к этим управляющим компаниям, предпримем. И будет ли у нас гарантия, что к отопительному сезону все до единого домовладения и многоквартирные жилые дома будут с теплом. В 2012 году Сочи Теплоэнерго через кредитные инструменты приобрела приборы учета, на 700 с лишним домах поставила. Сейчас из этих 700 приборов порядка 300 не работает. И вот здесь управляющие компании нас подводят. Они не желают эксплуатировать приборы и ремонтировать. И нам пришлось даже прибегнуть к помощи правоохранительных органов. Мы совместно ряд компаний отработали, выписаны предписания. Там 20 дней идет процесс разбирательства. Затем штрафные санкции от 150 до 300 тысяч рублей на юрлицо, нарушившее законодательство о подготовке к ОЗП. Я думаю, что штрафные санкции подтолкнут их. Оттолкнут? Но мы когда получим паспорт готовности к отопительному сезону? У нас по практике это с 11 по 16 ноября выход документа непосредственно. Лазаревский район уже сдал документацию, готов получить паспорт готовности. В остальных трех районах завершаются проверки. Приказ от Ростехнадзора ожидается в ближайшие дни. Инга Габейшая, Николай Тихонов, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. 24 октября в Сочи переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 14. Днем 18, 20 градусов выше нуля. Выставка православия, монастыри, храмы, иконы и образа святых со всего мира. Встречи с духовенством, православные товары, освященные продукты, мед. С 23 по 28 октября. Гранд-отель «Жемчужина». На северном кордоне появился свой флаг и герб. Одноименное казачье хуторское общество торжественно приняло новые регалии. Хуторское казачье общество «Северный кордон» расположено в поселке Совет Кваджа. Здесь же у храма и решили провести церемонию. Для сторонних наблюдателей может в ней немного торжественности, но для каждого казака она значит многое. Герб будут хранить в церкви, а флаг перед тем, как поднять на ветру, по очереди прибивали к древку. Один гвоздь – атаман района, другой – самый уважаемый казак. После этого передали стяг молодому знаменосцу. Ему отвечать за сохранность флага и в мирное время, и в бою. Ведь казаки активно несут государственную службу. Казаки этого общества, атаман, активно взялись в работу, несут государственную службу, организовали первую в округе Черноморском добровольную пожарную дружину, организовали поисковый отряд. И вот, следуя примеру остальных казачьих обществ, в числе районного, изготовили свой герб, изготовили свой флаг. После торжественной передачи флага и герба казаки приняли присягу, как положено, в храме. Новоспеченным защитникам выдали удостоверение нового образца. Такие сейчас получают казаки по всей стране. Вместе с удостоверением – подписанную присягу родине. Эту бумагу положено хранить в казачьем роду вечно. Урок кубановедия, так сказать, из первых уст. Представители казачьих войск рассказывают школьникам об истории Краснодарского края, казачества, их быта и культуры. Такой образовательный проект был создан по инициативе молодого депутата городского собрания Сочи Илеоноры Жуковой. Ну, а все подробности у Татьяны Говорковой. Вот это булава. Это тоже раньше, как Илья Мудами, смотрели сказки, читали. О жизни как былиных героев, так и героев Кубани дети узнают со школьной скамьи. Казаков сейчас знает каждый. А вот услышать из первых уст их историю, посмотреть и даже потрогать оружие удается не всем. Для учеников 28-й школы в Блиново – это привычное дело. С 2015 года часть уроков кубановедения проводит атаман Адлерского районного казачьего общества. С дружим, с ними вместе работаем. Вот в последнее время очень тесно взаимодействуем с депутатским корпусом нашего городского собрания Сочи. Особенно с Валерией Ервандян, сейчас она, Жукова. Очень красивая, знаменитая фамилия. Я у нее помощник депутата. Но мы часто с ней бываем в школах. Вы сейчас видели, как дети сидели тихо, как мышки, в общем, слушали внимательно. Вот только им разрешили потрогать оружие, как они с удовольствием подбежали. В общем, пощупать это тоже очень хорошо. Человек знает, что это такое, зачем. Открытые уроки направлены на патриотическое воспитание детей. Школьники могут задавать вопросы не только представителям казачества, но и ветеранам других войск. Таким образом, они узнают историю родного края и страны. Мы ежегодно, традиционно, в рамках образовательного процесса проводим открытые уроки в наемо-избирательном округе номер один, в школах номер 100, 29, 28 и 38. Для нас важно понимать, что ребенок увлекается в процесс, он и открыт образованию. И я думаю, что это одна из главных задач, которую ставят перед собой молодые депутаты, депутаты нашего городского собрания. Открыть образование и сделать его доступным. Такой образовательный проект в рамках взаимодействия со школами первоизбирательного округа и представителями казачества Илеонора Жукова намерена продолжать. Более того, привлекать к патриотическому воспитанию юных сочинцев и других молодых депутатов. Представители ста монастырей и храмов прибыли в Сочи, а вместе с ними частицы мощей святых, иконы, церковная утварь и православная литература. Сегодня в Сочи открылась уже 19-я по счету выставка-ярмарка «Православие». В этом году выставку назвали «По иному православие под покровом Богородицы». Состоялась она по благословению митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора. Вместо привычной церемонии открытия с перерезанием ленточки сегодня молебен. Провел его благочины церквей Сочинского округа. Священнослужители отмечают, это мероприятие важное и главное его значение – миссионерское. Радует, когда присутствует на выставке духовная литература, потому что это самое миссионерское делание. Священник присутствует каждый день, которому можно задать вопросы, это тоже своего рода миссия. Каждый раз у нас просят у духовенства, у кого какие есть святыни, чтобы принести это святыня, своего рода осветил это мероприятие своим присутствием. Освящают нынешнюю выставку ковчег с частицей древа Креста Господня, частицы мощей целителя Пантелеимона. А главной святыней здесь называют частицу мощей святого пророка и крестителя Господня Иоанна. В Сочи она прибыла во Владимирский храм со святой горы Афон, а теперь до 28 октября пробудет в выставочном центре «Жемчужины». Прикоснуться к православным святыням, заказать молебны, приобрести иконы или оказать посильную помощь монастырям и приходам. Сюда приходят и сочинцы, и гости нашего города. А участие в выставке «Православие», которую 19-й год подряд проводит компания «Соудсочинские выставки», принимают и представители подворья Свято-Троицы Сергиевой Лавры, Иверского женского монастыря, Мужского задонского монастыря. Всего порядка 100 приходов. В рамках выставки «Православие» это не только торговые ряды, это не только монастыри и храмы. Это прежде всего духовная деловая программа, которая проходит ежедневно для наших посетителей. Это ежедневные лектории православные, это специальная программа «Задай вопрос священнику». Это будут православные концерты, встречи с духовенством, встречи со школьниками. Я приглашаю прийти всем вместе, с семьями, привезти сюда своих детей, прикоснуться к святыням и, может быть, протоптать маленькую дорожку в храм. Выставка-ярмарка «Православие» под покровом Богородицы – это не только уникальная возможность прикоснуться сразу к десяткам святынь, но и приобрести освященную храмовую атрибутику и утварь. Цель же выставки – объединить усилия церкви и светского общества для сохранения и развития традиционных духовных ценностей, культуры и нравственности. Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Тонны камчатской рыбы снова прибыли в Сочи. Приобрести «Дары моря» можно в выставочном центре гранд-отеля «Жемчужина». У стенда «Камчатская рыба» традиционно многолюдна. Эта продукция уже проверена сочинцами и пользуется огромным спросом. Здесь можно приобрести более 35 видов рыбы, добываемой на Камчатке. Это знаменитая чавыча, корюшка, белорыбица, бочковая селедка с Алюторского залива. Конечно же, икра, в которой сохранены все полезные свойства. Да и сама рыба радует не только своими вкусовыми качествами. Ко всему прочему, она полезна. Эта рыба наисвежайшая. Она буквально неделю назад плавала. Коптится на альхе, на дубе. Они специально коптят по специальной технологии, что все витамины сохраняются. Даже детям очень полезно. Рыбий жир, омега-3, омега-6, все в нем есть. Каждый раз привозим до 6 тонн товара общий. Ну, ярмарка 5 дней, но в конце у нас заканчивается все буквально. Мы сами производители отвечаем за тем, что мы не закупаем товар. Мы сами все это производим, сами доставляем, сами продаем. Даже я сам участвовал в процессе копчения. Гарантия качества 100%. Приглашаем всех попробовать нашу рыбку. Натуральный дым, соль и вода. Вот и все компоненты. Компания «Камчатская рыба» сразу нашла в жителях Сочи благодарных покупателей. Ведь от моря до стола эту рыбу отдаляет буквально один шаг. Рыба – популярный продукт на продуктовых лавках. Но такую, как на этом стенде, можно приобрести несколько раз в год, уверяют постоянные покупатели. И сейчас тот самый шанс. Приобрести камчатскую рыбу можно в выставочном центре гранд-отеля «Жемчужина». Стенд «Камчатская рыба» работает в рамках выставки ярмарки «Православие» с 23 по 28 октября. В выставке традиционно участие принимает и компания «Воронежский фермер». Предприятие позиционирует себя как домашнее фермерское хозяйство и производит сыры и колбасы. Компания «Воронежский фермер» – это высокое качество и отменный вкус. Это домашнее фермерское хозяйство. Колбасы, сосиски, сыр и сало. Все это можно найти на стенде «Воронежского фермера» на выставке в Сочи. Куропатка с апельсинами, запеченная в печени, гусь с яблоком, утка с черносливом, перепелка с брусникой. Различные сыры – сулугуни, копченый брынза. Сало, как говорят в компании, мягкое и тает во рту, с чесноком соленое в рассоле. Также большой выбор сосисок и сарделек, колбас в натуральной оболочке. А также новинки – сыровяленая оленина, лосятина, вырезки из лосятины и настоящий хамон. Аромат, богатый ассортимент и аппетитный внешний вид продукции «Воронежского фермера» притягивает множество покупателей. Продавцы предложат и продегустировать товар перед покупкой. Компания «Воронежский фермер» на рынке сырных и колбасных изделий уже больше 10 лет. Домашнее фермерское хозяйство отлично зарекомендовало себя на выставках на севере нашей страны. Теперь предприятие осваивает и юг России. Познакомиться с продукцией, заключить договоры или просто приобрести к столу колбасы из сырой компании «Воронежский фермер» можно на выставке «Православие» в гранд-отеле «Жемчужина». Ну и на этом наш выпуск завершен. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в социальных сетях Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram и в группе FKT ВКонтакте. Ну а в студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok